Открытые сессии советов поселений продолжаются в Славянском районе. Об одном из этих важных мероприятий, которое состоялось в поселке Рисово, мы расскажем в нашем репортаже. С докладом о проделанной в минувшем году работе перед депутатами местного совета и жителями выступил глава сельского поселения. В работе очень важной для поселения сессии участвовали глава муниципалитета Роман Синеговский, заместители главы Славянского района и руководители структурных подразделений. Глава Рисового сельского поселения Анатолий Пономарев рассказал о том, что администрация старается держать руку на пульсе всех житейских проблем селян. Здесь своевременно отвечают на обращения граждан. Используется и такая форма работы, как личные приемы главой поселения. В минувшем году он принял 56 человек, 88 обратились к специалистам, принято 70 звонков жителей по горячей линии. Большинство обращений было по вопросам благоустройства, и они решаются по ходу поступления. В докладе Анатолия Пономарева было сказано, что за 2019 год поселениям выполнены все плановые показатели по формированию бюджета, собранные средства были направлены на развитие социальной сферы и благоустройства. Высажено 10 кустарников-мужинерников по улице Ленина, на поте в Парабо и 5 хвойных деревьев по улице Ленина, возле Дома культуры. Сбором и розом твердых бетовых отходов занимается ООО «Чистый город». Произведена замена старых сетельников уличного освещения по количеству 15 штук. В течение всего летнего периода производились работы по уничтожению сурной растительности на площади 32 гектара. В течение года занимались благоустройством детской и спортивной площадки. Глава Славянского района отметил, что в поселении есть зримые перемены к лучшему. Много хорошего сделано за минувший год на уровне всего района. И об этом рассказал Роман Синеговский. Важным событием в районном образовании стало открытие в трех сельских школах центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Ученики школ получили специальное оборудование для уроков информатики, технологии, УВЖ, мультимедийный экран, квадрокоптеры, ноутбуки, тренажеры для обучения методики оказания первой медицинской помощи пострадавшему в экстренной ситуации и многое другое. С помощью всего этого ребята изучают робототехнику, основу технического программирования, ОБЖ. Готовят и защищают свои публичные научные проекты по безопасности жизни и деятельности, развитию техники, цифровых технологий. «Точка роста» есть специальный кабинет для занятий проектной деятельностью. Затем прозвучали вопросы с мест, которые касались качества медицинского обслуживания, развития коммунального хозяйства и благоустройства. Все вопросы взяты на контроль для их дальнейшего разрешения. Работа главы поселения на сессии была признана удовлетворительной. В целом, жители довольны своей жизнью здесь. «Поселок развивается, проходят концерты. Мы очень тесно, работая в школе, замдиректор по воспитательной работе, мы очень тесно сотрудничаем со всеми структурами и с работниками дома культуры, и с администрацией. Иногда на базе нашей школы проходят встречи ветеранов Великой Отечественной войны. То есть хорошо, все есть, живи, радусь. Вообще поселок преобразился намного. Дороги все асфальтированы, вот занялись ремонтом стадиона. И как бы вообще везде у нас порядок по сравнению с другими поселениями, где я проезжала. У нас всегда и косится, ну как бы и парки, все покошено. Ну, чистота. Очень важно, что сами жители поселка Рисового видят положительную динамику в его развитии и готовы активно участвовать в благоустройстве. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».